Тыквы спустя две недели после того, как я их 1 октября снял, вот пролежали дома, и уже две штуки совсем почти что пожелтели. Третья начинает желтеть, а четвёртая уже на кухне. Вот четвёртая тыква не только пожелтела, но и вот треснула, сегодня пойдёт на кашу, ну а два дня назад подруга сварила рисовую кашу на молоке с тыквы, и сегодня вот эта моя порция, 130 грамм, пойдёт на завтрак. Ну а сейчас покушаю яблочки. 14 октября 2021 года. Вот я разрезал тыкву пополам. Вот так вот вычистил ложкой семечки. Получилась вот такая вот ёмкость небольшая. И эта тыква будет запечена в духовке. Запечённая вторая тыква сейчас порежу на кусочки, на кубики 1 сантиметр. И пусть то, как пшёнку промоем, сварим из неё кашу. Одну половинку тыквы я порезал на полоски, вот толщиной 1 сантиметр. Теперь буду резать вдоль ещё по сантиметру, потом поперёк. Ну и вторая тоже почищена и ждёт своей участи. Ну а очистки пойдут нашим дождевым червячкам. Предварительно выберем семечки на семена. Прошло несколько минут и часть тиквы порезана кубиками, а вторая часть сейчас будет порезана. Вот порезана и вторая половина тиквы. Теперь можно промывать пшёнку. Промывать её нужно до тех пор, пока вода не перестанет быть мутной. И после этого уже нужно приступать к приготовлению. Вот на этом пока всё. Перед тем, как варить пшено, его обязательно нужно промыть до тех пор, пока вода не станет чистой. Вот это уже вторая вода. Вот видим, как молоко. Поэтому добиваемся чистого состояния этой воды. И тогда можно уже варить, если варить пшено не промыть, то пшено будет очень больно. Третья вода сливаем и нарываем четвёртый раз. Даже после четвёртого раза. Так что можно добиваться её прозрачности. Хотя бы, чтобы дно кастрюли было видно. 5 сантиметров. Вот это пятая вода. И уже я вяжу дно кастрюли. Вот. Значит, можно начинать варить. Вот такое же состояние воды уже более-менее. Вот теперь выкладываем в ковшик. Вернее, вот так выбиваем. Сразу моем пшено, чтобы на нем не засыхали эти мелкие частички. Ну и начинаем варить в воде. Заливаем горячей водой. И варим 20 минут. Примерно на 2 сантиметра, чтобы была покрыта водой. Тогда её будет достаточно. Каша при разваривании много в себя забирает влаги. Ну, конечно, со стенок всё это надо снивать вот так. Чтобы каша на стенках не оставалась. Ну, подруга говорит, что ещё можно 5 минут промыть и ещё раз воду слить. Как видим, она такая мутная. Так мы с вами и сделаем. Ставим время 5 минут. И через 5 минут сольём с вами воду. Прошло 5 минут. И теперь можно снова промывать кашу. Вот мы видим, какая снова стала мутная. Вода, как будто после второго раза промывания. Ну, промоем ещё раз, посмотрим. Вот, второй раз промыли. Ну, ещё третий раз промыли. И то будет достаточно для того 8 раз промыли. 5 раз до проваривания. И после 5-минутного проваривания ещё 3 раза. Теперь перекладываем в сковородку тыкву. Включаем и заливаем на максимум все рельефы и заливаем водичкой. После закипания 15-20 минут должно покипеть. Ну, поставим 20 минут. После закипания залил я кипятком. Чтобы процесс шёл быстрее. Ну, вот, залил я ровно в половину четвёртого. Посмотрим, когда закипит. Прошло ровно 2,5 минуты. И уже закипело. Уменьшаем температуру до 100. Уменьшаем мощность до 1. Высыпаем чайную ложку соли. И вот эту пьянку нужно снимать. Ну, чтобы её снимать, чуть добавим мощности. Тогда её будет отгонять кипение в периферию. И там я её легко сниму. Вот так вот. Пенка шнелилась. Пенка шнелилась. Теперь мощность минимальная. И снова накрываем крышкой. Вот так. Теперь на 20 минут время. 20 минут время установлено. И пусть готовится. Вот, как видим, тыквенная каша. Вторая, ее составляющая, самотыка, варится вот так, периодически. На индукционной печи включается напряжение. И, соответственно, периодически пена появляется. Ну, а первая составляющая, пшено, пока ждет своего часа. Прошло 20 минут. И теперь на очередные 20 минут ставим, опускаем пшено в тыкву. Ну, а первая составляющая, пшено, 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 пшено. Доливаем воды, потому что размер каши увеличится, разварится и вода в себя заберет. До закипания все на максимум и уже готово. Каша закипела, ставим на минимум мощность на единочку. И температура 80 градусов, чтобы не пригорело. И теперь закрываем крышкой на очередные 20 минут. Осталось 10 минут до конца приготовления. И теперь добавляем в кашу 10% сливки. Грамм 100-150. Вот так. Чтобы вот так вот появилась водица. И пусть дальше кипит. Поскольку сливки холодные, добавил до максимума все резюмы. И теперь надо помешать вот так. После закипания можно все уменьшить. Сначала температуру до 800 градусов, а мощность до тех пор, пока не будет кипеть. Вот, начало кипеть. Теперь можно и мощность уменьшить. Накрываем все это дело крышкой, чтобы не брызгало. Вот, видим, будет запеченная печь. Вот так. Пусть стоит под крышкой. Ну, запеченная тыква уже готова. Вот готова уже запеченная тыква. Вот так она выглядит после 20 минут готовки в микроволновой печи. Вот каша почти что готова. Ставим ее на табуретку. И накрываем чем-нибудь шерстяным. Сначала хлопчат бумажной тряпицей, чтобы не вымазать плед. Ну, теперь шерстяным пледом. И пусть она теперь, как говорит подруга, допревает. Вчера нам перепала щука и подруга ее замариновала с лучком, с лимончиком. Вот такую получила. В сутки она пролежала. Теперь нужно готовить. Ночь пролежала они шутки. Теперь пакетики мука. Туда выкладываются кусочки щуки. Которые будут в этой муке обвалены, если потряси пакетик. Ну, а пока разогреваются сковородки с рисовым маслом. Вот так она выглядит после того, как была потрясена, стала потрясной. Вот так она была потрясной. Пакетик. Продолжение следует... После того, как дошкорчало, можно уменьшать температуру до 160 градусов. Мощность до 5 градусов. Продолжение следует... Вот осталась икра. Останавливаю всё в пакетик. Чтобы масло не брызгало, сковородку накрыли вот такой щеткой. Руководка должна стоять в пакетик, чтобы она не нагреется. Время пора переворачивать. Сковородка у нас есть бывалая век. Так что не пугайтесь. Лучше это делать двумя руками. Добавляем вот такой меткой. И снова накрываем сеточкой. Используем двумя руками. Используем двумя руками. Приверну. Накрываем сеткой. После этого можно будет ещё раз перевернуть. Как и говорится. Сначала померял кусочки на стороне. В центре располагаем на коваль. И в краю на сентре. Потому что посередине щетка сторона должна появляться стремлой. Снова укрываем сеточкой. До ужина осталось 20 минут. Окно у нас открыто, вытяжка даже не включаем и смотрим, как поднимается пар из дыма от сковороды. Запах влияет на все приклеки. Обалденно! Хоть сеточкой накрываем, но, как видите, кафель на стенах, чтобы не забрызгался, вот так и закрываем рекламными буклетами, чтобы потом долго не отмывать. Наши приколы. Ну а после того, как эти буклеты наполнятся маслом, сменяем их, от этого масла идут на дачу канала. Ну и вот, по-русски макия. Мастер-дам, с обедом, с обедом, с обедом, с обедом, с обедом, с обедом, с обедом. Так, окошко открыл совсем, чтобы дым проходил, во время без ступи. Первая часть жарился. Щёты уже на столе. И теперь вторую. Лучок положил, перевернул. И через минутку можно пожарить на стол. Так, время ужина. Мы уже там начали. И смотрим, в каком состоянии здесь рыбка. Ну вот, нормально. Лучок избернулся, потом сюда на серединку. Ну что, с молоком пройдём. Добавление закончено. Можно накрыть крышкой и снять с печи. Окошко пока закрывать не будем. Продолжение следует.